Безусловно, самым громким скандалом минувшей недели стала история с расследованием журналиста Рамиля Рахматова вокруг происхождения элитного транспортного средства в гараже ради Хабирова. Об этой истории написали многие башкирские СМИ, и уже некоторые иностранные СМИ упомянули об этом скандале. Действительно, история очень примечательная, и отдельно оговорюсь, что ее очень тщательно и качественно расследовал Рамиль. Как утверждает журналист, автомобиль Toyota Land Cruiser 300 в максимальной комплектации с государственным номером А300А02РУС находится на балансе государственного казенного учреждения транспортного управления Республики Башкортостан с декабря 2021 года. То есть, год с небольшим, этот автомобиль находится на балансе гаража Белого дома Башкортостана. Стоимость этого автомобиля оценивается по-разному. Не удается полностью охватить весь список опций этого роскошного Land Cruiser, но эта стоимость где-то колеблется от 11 до 15 миллионов рублей по ценам 2023 года. Директор государственного казенного учреждения транспортное управление Георгий Иванов заявил на вопросе журналистов, что торгов по этому автомобилю не проводилось, и он не закупался за бюджетные средства. Но автомобиль, как выразился господин Иванов, находится в оперативном управлении, транспортном хозяйстве. Довольно странная формулировка, согласитесь, оперативное управление автомобилем. Далее выяснилось, что транспортное средство, элитный внедорожник, перешли в управление согласно договору пожертвования. Вот здесь начинается самое интересное. Договор пожертвования номер 42 от 15 декабря 2021 года и жертвователем гаражу радио Хабирова выступил некий благотворительный фонд «Добрые дела». Что это за фонд, стали копать дальше. Благотворительный фонд «Добрые дела» зарегистрирован всего лишь в 2019 году. Учредителем и директором является некая Альфия Рашидовна Терегулова. Выяснились и финансовые показатели этого фонда. В 2020 году был весьма скромный оборот у этого фонда всего лишь в 30 миллионов рублей. Но, например, за 2021 год, тот самый злосчастный 2021 год, когда фонд приобрел этот автомобиль, отчета в Министерстве юстиции фонда не предоставлено. Также известно, что в 2021 году денежные поступления в этот фонд составили 88 миллионов рублей. Когда были заданы вопросы госпожи Терегуловой по поводу приобретения и дальнейшего дарения этого автомобиля автопарку Хабирову, госпожа Терегулова заявила, что она попросту не помнит о такой безделице, как автомобиль за 15 миллионов рублей. Тут возникают вопросы. Первый вопрос, кому еще из чиновников дарила госпожа Терегулова и ее замечательный благотворительный фонд «Добрые дела» подобные дорогие подарки. Еще вопрос, кто является теми самыми жертвователями, которые пожертвовали свои средства фонду «Добрые дела» и насколько они отслеживали судьбу этих денег, чтобы они тратились целевым образом. Ну и главный, конечно же, вопрос. Дорогой Радифаритович, вам по-человечески не стыдно вот так вот жить и так себя вести? В то время, когда жители, например, депрессивного города Агидели по призыву мэра этого же города собирают пустые консервные банки для того, чтобы налепить так называемые окопные свечи бойцам СВО, а полуслепые бабушки из Башкирии плетут маскировочные сети для того, чтобы спасти бойцов СВО от безжалостной бомбардировки нацистскими боеприпасами, бюджетники стонут от все возрастающих поборов и призывов раскошелиться в пользу мобилизованных, вы, Радифаритович, утопаете в роскоши, причем за счет неких благотворительных, беру это слово в кавычки, фондов. По-моему, это реально стыдно.